И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик будет посвящен игровой тематике, и сегодня я вместе с вами нахожусь на аккаунте нашем без доната. Почему именно на нём? И о чём же сегодня пойдёт речь? Сегодня речь пойдёт о дроне Бустер, о том самом дроне, который дал жизнь очень хорошую этому аккаунту, и в целом тот дрон, который на протяжении супердолгого времени был очень хороший, прям безумно крутой, и на котором я проиграл миллионы, миллионы опыта в нашей замечательной игре, но уже после выхода очередного обновления, пару дней назад, этот дрон стал пул-помойкой и тем самым дроном, который больше не является метовым дроном в нашей игре. Сегодня мы скатаем на этом дроне, я расскажу, почему его использование в нынешнем матчмейкинге уже не актуально, и смысла в этом стало супер-супер мало. Может быть, он есть, но он очень-очень минимален, ну и сыграем мы на дико-страйкере с дроном Бустер. Именно с этим вооружением была возможность ваншота противника за счёт Бустера, который повышал хороший урон, но уже сейчас со страйкером невозможно дать ваншотные выстрелы, в связи с тем, что у Бустера уже бонусный урон всего лишь при полной прокачке 20%. И это значит, что мы, хорошо, что я здесь, конечно, уже качал, будем переходить на другие дроны, О них мы поговорим в следующих видеороликах, ну а сегодня просто скатаем на этом бустере и убедимся в том, что его актуальность уже очень и очень маленькая. По режимам у меня здесь, ну, в принципе, ничего нету, поэтому давайте пикнем тот самый режим, в котором дико-страйкер является довольно неплохо. Метовом вооружении, да, и в том самом режиме, в котором я, наверное, на этом дико-страйкере отыграл самое большое количество времени на этом аккаунте. Ну и посмотрим, что же у нас получится. Надеюсь, конечно, что нас закинет не на супер-большую карту. Также я в последнее время уже начал играть намного меньше на дистанционном подрыве, в связи с тем, что у нас в турнирах нет возможности использовать дистанционный подрыв, а я все-таки, играя на диктаторе, играя на страйкере, так сильно привык к дистанционному подрыву, что с обычным страйкером уже попадать выстрелы просто-напросто не могу. Поэтому мы сегодня поиграем на адреналинчике, ну и посмотрим, что у нас из этого всего получится. По сути, урон у страйкера остается такой же самый. Единственное, что у нас меняется, так это то, что я не смогу там кидать урон там через стенки и сам, хоть и промахиваясь противником, просто подрывать ракету рядом с танком, чтобы его уничтожать. То есть надо будет стрелять намного кучнее, аккуратнее и четко в цель. Но главное, конечно, это посмотреть сегодня на сам страйкер и работу его с дистанционным подрывом. Закидывает нас на очень хорошую карту в виде песочницы и тут всего лишь 5 минут до конца. И я вот думаю, что наверное таки, ну тогда мы не будем катать еще одну катку, раз уже закинуло на такую маленькую. Нам ее вполне будет достаточно. Единственное из плюсов бустера, который остался по сегодняшний день, это то, что у вас есть возможность прожатия двух расходников сразу. И то, что это дополнительная ДДшка. То есть вы можете прожимать и контентово набревать противника за счет того, что вы жмете сразу две расходки. Все остальное это, ну можно сказать, бесплюсовая такая вещь. Вы наносите с крита 1000, из обычного выстрела 1980 вроде урона. А нет, с критического именно выстрела, да, 1980 урона. Соответственно, у легкого танка 2000 хп и вы его не ваншотаете. Вот именно по противникам, у которых есть прокачанный дрон. Если у противника не качанный дрон, то у вас есть возможность выдать больше 2000 урона. Но вы должны понимать, что сейчас уже в матчмейкинге количество игроков, которые играют с дронами, ну, наверное, практически все играют, да. То есть на нормальных метах, да. То есть вот сейчас, например, я выдал по игроку 1980 урона, да. То есть это не ваншот. А если бустер не дает ваншот, то смысла от использования этого самого замечательного бустера, к сожалению, в матчмейкинге нет. Именно поэтому мы будем уже в ближайшее время и на этом аккаунте, и вообще в целом переходить на другие дроны. Что касаемо основы, то я очень сильно сейчас завис на кризисе, да, в связи с последними обновлениями, которые у нас были. И когда я играл на Ареса Громе, сейчас Ареса Гром ушел из меты, появилось новое интересное вооружение. Видеоролик, к слову, с этим вооружением есть уже на канале, поэтому если вы вдруг его не видели, то обязательно перейдите и посмотрите. Ну и помимо кризиса, ловкач супер хорош. Его использование, его актуальность будет в CTF, в регби, в штурме за атаку очень существенное. Да, то есть его можно супер эффективно использовать и нагибать. Ну а что касаемо других дронов, то возможно в ближайшем времени вы их тоже на канале увидите. Может даже и ловкача тоже увидите в очередной раз. Ну и другие дроны, которые у нас открылись в связи с тем, что бустера занерфили. Сразу скажу, что не будет никакого обзора на дрон-защитник, да, потому что я сейчас, например, в матчмейкинге вижу, что тоже большое количество игроков вернулось к нему и начали на нем опять играть. Я вам скажу, что этот дрон такой же неактуальный и не метовый, как и бустер. И смысла перехода на защитника нету от слова совсем никакого. И все те ребята, которые сейчас одевают его, я считаю, что это своего рода ошибка и толку от этого тоже крайне-крайне мало. Поэтому если вы вдруг взяли себе защитника после того, как бустера занерфили и считаете, что вы сделали правильный выбор, то я вам скажу, что вы сделали неправильный выбор и ищите дальше другие интересные дроны. Как вариант, это ловкач. Если ловкач не нравится, то можно поискать другие дроны, о которых я сегодня, к сожалению, не скажу, дабы у нас оставался дополнительный интерес в обзоре этих самых дронов. Если вы хотите увидеть этот обзор в ближайшее время, либо как можно быстрее, то обязательно поддерживайте данный видеоролик лайком и пишите в комментариях о том, что вы хотели бы в ближайшее время побыстрее увидеть уже обзоры на новые дроны, которые, по моему мнению, являются актуальными в связи с тем, что бустера у нас занерфили. Так, ну а что касаемо данного боя, хороший боёчек нам попался. Противничек оказался не такой сильный. И два противника с маленьким количеством ГС, за счёт которых я здесь чуть-чуть настрелял себе киллочка, в 20 киллов я дал. Но это всё, по большей части, благодаря, как раз-таки, как раз-таки, тому самому замечательному страйкер. И даже с тем учётом, что у меня есть здесь повышенная ДДшка, я бы не сказал, что я какого-то дополнительного плюса взял. Да, и насчёт того, что, например, вы скажете, а бустер будет актуален всё равно, потому что у него нет КДшки на ДДшку, и типа вы за счёт этого можете там давать киллы, на этот счёт я вам тоже скажу, что есть другой альтернативный вариант, который в этом плане будет выглядеть куда более интересно и куда более актуально. Поэтому в этом плане бустера тоже использовать супер смысла нету. Он, конечно, есть там минимальный, если у вас там только этот дрон есть, но а так по большей части нет. По сути, вы можете использовать Брута, да, то есть, ну, без повышенной ДДшки, да, то есть и без, вернее, с цикл кулдауном ДДшки, да, то есть у вас, по идее, кулдаун-то будет на ДД, если вы будете играть на Бруте. Но зато вы будете сейвить батарейки, вы не будете ничего тратить, и, ну, по сути, вы просто не будете иметь дополнительные 20% урона, которые на Дикострайкере в сегодняшней мете, по сути, вам даже и никак не нужны. Да, то есть вы можете спокойно использовать, играть и нагибать. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу бустера, пишите, что вы думаете по поводу других дронов. Делаем обзор, не делаем обзор, быстрый такой коротенький у нас видеоролик. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте снизу. Мой личный тег это тег TeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня этим, соответственно, ну и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. Вся информация по этому поводу есть в описании к этому видеоролику. Поэтому, если это вам интересно, переходите и участвуйте. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok